Добро пожаловать на мою маленькую кухню. Один из моих подписчиков попросил меня приготовить что-нибудь из рыбы. Что я сегодня и сделаю. Это блюдо никакое не классическое. Это просто чисто моя импровизация. Значит, рыба у меня будет сегодня. Это морской окунь, два небольших филе. Всю рецептуру с граммами, с миллиграммами, с килограммами я укажу в рецепт. Значит, для рецепта я возьму филе красного окуня. Оно у меня уже почищено, кости все вырезаны, все лишнее обрезано. Также мне понадобится пару веточек росмарина, два совершенно маленьких зубочка чеснока, масло топленое, масло сливочное нормальное, картофель чищенный, корень петрушки можно заменить на пастернак. Остроконечная капуста. Почему остроконечная? Потому что остроконечная капуста, она сама по себе очень мягкая, очень нежная. Поэтому я для рецепта выбрал ее. Буквально 6-7 помидорок черри, 200 миллилитров сливок, у меня 30% готовый базовый рыбный соус и немного оливкового масла. Следующим шагом я порежу мелко картофель, порежу мелко корень петрушки и поставлю сразу все это вместе варить. Из этого мы будем делать пюре. И в это время я нашинкую, пока пюре варится, я нашинкую остроконечную капусту. Я ее возьму не всю, потому что мне это будет слишком, или нам это будет слишком много за один раз. Пока картофель с корнем петрушки варится, я приступлю к приготовлению остроконечной капусты. Капусту я нашинковал, в общей сложности я взял полкилограмма капусты. И для начала я всего добавлю 60 граммов сливочного масла. Температура должна быть невысокая, масло у вас не должно гореть. И добавляем капусту. Капусту я буду тушить, я ее обжаривать не буду, то есть капуста у меня останется светлая. Убавлю немного температуры еще, накрою крышкой, чтобы капуста немножко вспотела и осела в объеме. Время от времени я капусту помешивал. Готовилась она у меня на низкой температуре. Теперь я ее подсолю. То есть она уже почти готова, то есть ее нужно совсем еще, совсем немножко. Посолю, дам немного перца. И добавлю я сюда семена фенхеля. Фенхель очень хорошо сочетается с капустой. Если у вас нет семян фенхеля, то можно добавить семена тмина. Семена фенхеля, но они в принципе выглядят так же, как и семена тмина, только светлее и немного крупнее. Я их ножом заранее сделал поменьше, чтобы мне, по крайней мере, все-таки неприятно, если такое большое семечко попадет мне на зуб. Закрываю, ставлю вообще на минимум. То есть на единичечку. Это самое минимальное у меня. Картофель и корень петрушки у меня уже тоже сварились. Воду я сливаю и начинаю делать пирог. Предварительно ставлю еще одну кастрюлю, вливаю туда сливки, включая посильнее конфорку и натираю мускатный орех. Добавляю немного соли. Все это дело перемешиваю. Теперь сливаю воду. Если у вас есть в доме кухонный комбайн, вы можете картофельный пирог приготовить в кухонном комбайне. У меня кухонного комбайна нету, поэтому я воспользуюсь такой, таким вот прессом для картофеля. Вы можете то же самое сделать и толкушкой. Главное, чтобы картофель у вас был хорошо проварен. Возвращаю пирог дальше на плиту и размешиваю. Проверю на соль. Соль меня устраивает, мускат меня устраивает. Мне не хватает лично, мне не хватает еще немного сливочного вкуса, поэтому я добавлю буквально 20 грамм сливочного масла. Вы можете так же добавить, если не хотите масла, можете добавить еще немного больше сливок, но мне уже этого достаточно. Мое пюре готово. Я его накрываю крышкой и оставляю в сторону. Пробую на вкус остроконечную капусту. Капуста у меня тоже готова. Я ее просто оставляю в сторону, чтобы она у меня остаточным теплом. Еще раз ввался горячий. И приступаю теперь к рыбе. Рыбу я буду жарить на моей конфорке на положении 6 из 9 возможных. Сковородку хорошо раскаляю. А жарить я буду на топленом масле. Топленое масло, в отличие от сливочного масла, держит более высокую температуру. И поэтому оно не подгорает. Пока сковорода разогревается, я беру мои помидорки черри, добавляю туда росмарин, чеснок, немного соли, немного сахара и немного оливкового масла. И отправляю примерно минут на 7 при температуре 200 градусов в духовку. Не забываем о том, что у нас еще холодным остался рыбный соус. Ссылку на рыбный соус вы найдете под видео. Важму буквально 2 ложечки, мне больше не нужно на данный момент. Нет, чуть-чуть побольше. Хорошо. Рыбу я предварительно обсушил бумажным полотенцем. Я солю ее с внутренней стороны и торчу. Жарить я буду рыбу на той стороне, где у нас находилась раньше чешуя. Обмакивать в муку я рыбу не буду, потому что она у меня сухая, поэтому она не пристанет к сковородке. Ну и сковорода у меня, естественно, тоже тефлоновая. Добавляем пару ложек топленого масла. Сковорода горячая, температура мне нравится. И обжариваем рыбу. Так, рыбу я отправляю в духовку к помидорам. Потихоньку мы подходим к завершению. У меня все горячее. Соус горячий. Капуста горячая. Пюре горячее. Осталось только рыба и помидорки. Но они сейчас находятся в данный момент в духовке и будут уже вот с минуты на минуту готовы. Но я пока перейду на стол, где я буду серверовать свою тарелку. Рыба моя готова. Рыба моя готова. Продолжение следует... На этом я заканчиваю свой репортаж, желаю вам приятного аппетита, оставайтесь со мной, если вам видео понравилось, делитесь с друзьями, если не понравилось, пишите мне в комментариях, что именно конкретно не понравилось. До новых встреч!